И снова я. В общем, сейчас я направляюсь в сторону леса. Немножко по другой дороге. Не той самой дороге, которая нас ведет в лес, то есть основная, через нее хвост все, а немножко другой, потому что он ведет к профилакторию. Это такая больница, если кто не знает. А раньше она была заброшена, и сейчас хочу посмотреть, что с ней стало. Если честно, я даже не помню дорогу. Я не помню, какая из них ведет туда. Дороги сделаны, новые. Я надеюсь, что я сейчас все-таки смогу прийти к зданию, потому что вообще, на самом деле, его начинали отстраивать, закрыли, не дали, скажут, нам туда ходить детям и так далее, потому что там такое творилось. Как вы, думаю, заметили, у нас здесь большая часть заброшено всего. Это все старое, уже еле живое. Кстати, да, вот в этих местах раньше, где вот небольшие клеточки, жили животные. Ну, там, допустим, кур, собака не держали, потому что вот везде, везде есть вот эти сетки. Также, как вы, думаю, заметили, у нас тут почти нет народу. Вот, посмотрите, я иду одна. Хотя это тоже жилое место. Все-таки его отстроили. Здание построили, здорово, сейчас я вам покажу. Сделали жилой комплекс, но это не самый лучший вариант. Теперь оно очень красивое. Одна часть осталась еще не сделанная. Видите, вот это белое здание, где нарисована вот эта птица, там еще не доделана. Вот, в общем, вот это все здание было заброшено в ужасном состоянии. Тут еще и забор поставили, но, знаете, прошло очень достаточно много времени. Вообще, на самом деле, как бы, если посмотреть, здесь пять этажей. Но, кстати, когда мы ходили там, у них шестой этаж, сделан именно крышей. Но там было тоже можно ходить в полный рост и так далее. Это, в общем, было просто неописуемо. Все вот эти балконы, которые сейчас сделаны очень красиво, как само здание, они были открыты полностью. Даже детскую площадку сделали. Вот, смотрите. Сейчас здесь все-таки живут, а на самом деле здесь раньше стояла огромная непонятная штуковина, и мы не даже не знали, как она называется. Кстати, смотрите. Это детский садик называется. Насколько он ужасно выглядит. Посмотрите на эти заборы. И да, садик вроде как в рабочем состоянии. Оу! Мне кажется, цели пути нету больше. Сейчас будем проходить, искать путь. Почему мы именно ходили тогда в тот профилакторий? Не только потому, что он был заброшен, и это нас интересовало. Типа, ууу, там страшилки, бла-бла-бла. Ну да, страшилки ходили про него. И нехилые страшилки. Так что из-за этого мне было интересно. О, смотрите, у нас все открыто. Красота, просто ничего не скажешь. Профилакторий у нас работал в СССР еще. Там были у нас больные лежали всякие. И, ну, как бы, как СССР распался, здание заброшено стало, потому что никому не стало нужным и так далее. И постепенно, как, думаю, все понятно, стали разворовывать все, и все в том роде. Мы уже туда начали ходить спустя много лет. Я тогда на тот момент уже где-то, наверное, в восьмом классе была. Кстати, смотрите, что у нас тут. Однажды мой брат сходил туда со своими друзьями, и у них там, ну, такие, скажем, некоторые подозрительные штучки произошли. Меня это заинтересовало, и я такая, надо сходить. Конечно, я, как и думаю, все экстремалы, хотела пойти ночью. Но, знаете, учебное время, ты еще ребенок, тебя на ночь никуда не отпускают. Во-первых. Во-вторых. Один-то не пойдешь, как-то стрёмно. Кстати, ну, я хочу пройти и посмотреть, что там. Ух ты. Пугающе немножко. Что же там? О, надеюсь, я схожусь со стрёмкой, и потом и посмотрю, что там. А пока идем дальше, я рассматриваю новые пути, которые ни разу, скажем так, не ходила. Ну, знаете, у нас здесь сложно заблудиться, потому что дороги все четкие и так далее. И у нас постоянно здесь ходит народ, гуляют с животными. Кстати, да, я хотела тоже гулять с животными, но мои животные, к сожалению, не пошли гулять. Я их не взяла после этой ситуации. И я решила не рисковать и, скажем так, не подтвергать их и себя чему-либо. В общем, продолжаем про профилакторию. Значит, мы все-таки собрались в компании моих одноклассниц и пошли. Ну, пошли мы днем. На тот момент уже близилась весна, все таяло. Мы сходили туда. Да, было такое нечто подозрительное, нечто такое мистическое произошло, что многие испугались и убежали из здания, оставив меня одну. И мне пришлось пойти за ними. Я вышла на улицу и сказала, девочки, как бы, ну так не поступают. И все в том роде. И потом мы вспомнили, что мы хотели тогда снимать. Видео тоже, но пришлось делать это заново. Так что, когда мы уже повторно туда зашли и стали снимать, уже ничего подозрительного не произошло. Но мы прогулялись по всему профилакторию. В общем, не скажу, что это прям, ну, типа страшно было и так далее. Но интересно было, очень интересно. Это было весело, это было круто. А в подвал мы не смогли спуститься, потому что там была вода. Мистическое все-таки удалось нам ощутить, увидеть. И мы, скажем так, ну, кто-то был рад, например, как я, что наконец-то хоть что-то удалось заметить. Кто-то был напуган, как мои подруги. Это типа нет, мы больше туда не пойдем. Да, и после этого мы больше туда не ходили, к сожалению. Потому что место стало закрыто. Стали, вот, новое здание отстраивать, как я уже вам показала. Оно сейчас очень красивое. Но, знаете, я считаю, что это не лучший вариант ставить на подобных местах, где были больницы. Причем это не новое здание, то же самое здание, просто обделанное. И думаю, это был не лучший вариант. Но надеюсь, что там все будет хорошо. А я пришла в тупик, да, или что? Где выход? Давно я не была в подобных местах. Посмотрите, вот, как засоряет все. Ужас. Ну да, пришлось посмотреть вот такую долгую мою прогулку. Смотря просто на лес и слушая то, что я и говорю. Мы идем в аэропорт. Домой-домой. Вот, мы уже приехали. Сидим в аэропорту. Хотим поесть, но в итоге тут вот что. Технический перерыв. И где они там шляются, непонятно. Когда они вернутся, тоже. Ни времени, ничего и никого. Люди тут стоят, ждут. Мы сидим, ждем. И, кажется, били бесплатно. В общем, мы только что зарегистрировались. Как обычно, нас рассадили по разным местам. А вообще, почему у меня первый класс, а у тебя второй класс? В общем, бомбить жестко. Не знаю, что за люди работают, которые не могут нормально ничего объяснить. Непонятно, как нас рассадили. Вообще, по разным классам даже. Сказали, что мы вместе. И еще спрашивали, вместе ли мы. Мы сказали, мы вместе. Билеты у нас точно одинаковые куплены. В общем, это полный трэш. Меня бомбило. Сначала меня бомбило в кафе, потому что никого там не было. Не могли нормально, скажем так, сходить поесть. Полчаса никого не было. Сейчас, значит, там творится полная херня. За хера спрашивать вместе мы, если нас рассаживают по разным местам. Скажем так. То, что было в Питере, оказалось идеальным еще, хорошим. А здесь полное говно. Говно, говно, говно. И люди относятся ко всем как говно. Просто по-другому не назвать. Кто будет лететь из Кирова, советую вам подготовить свои нервы. Потому что они здесь, они у вас мысленько получатся с этими дебилами. Надеюсь, хотя бы, что мы долетим нормально. Как меня бомбит жестко. Мы прибыли. Балет был шикарный. Все было отлично. Подведем итоги. Отпуск прошел отлично. Я, правда, насладилась этим спокойствием и так далее. Что сейчас, вернувшись в Питер, очень тяжело снова войти в этот темп. Потому что мой город был таким замедленным на этом фоне всем. Первый полет был страшным. Второй уже нет. Я весь свой полет просидела, уткнувшись в окошечке и наблюдая за красотой. Наделала уйму фотографий и видео. Это, правда, настолько красиво. Перед этим, конечно, мне испортили настроение. Вывели меня просто, как только смогли. Это в самом аэропорту. Просто ужасное было отношение. Сейчас я уже спокойно могу об этом говорить. Тогда меня настолько бомбило. Ну и не меня одну, моя сестра тоже. То, что они поступают, очень ужасно. В плане того, что спрашивают, вместе ли вы, в итоге рассаживают. А как мы узнали еще от других пассажиров, которые тоже летели. Оказывается, они и родители с детьми рассаживают. Короче, без комментариев. Я не хочу, на самом деле, больше связываться с этим аэропортом. Хотя он единственный из этого. Если вдруг я снова полечу домой, то будет безвыходная ситуация. Вредь все равно лететь на этом. А так, я сейчас уже направляюсь на встречу с Валери. И, наконец-то, мы увидимся. Я, наконец-то, смогла накраситься. Сделала себе маникюрчик. Потому что, ну, дом, как бы, не видел смысла. У нас еще целую неделю шли дожди. Было холодно. А сейчас я пока не хочу подарочек. Это первая часть. Потому что вторая часть еще не готова. Она еще готовится. Вот так, что сейчас я первую часть ей подарю. Хоть с опозданием, но потому что, сами понимаете, семья не было в городе. Надеюсь, ей понравится. Ну, я, конечно, еще покажу на сместе. Вот моя женя, Тома. Том, Том. Вот это, вот это. Что, ты просила снимать? Я снимала. Ладно. Вот, мы пришли, мы встретились. Вот она. Вот она. И все. На этом конец, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok